Микс Ньюз Мы вот в прошлый раз встречались В связи с тем, что вышел ваш Анимационный фильм, мультипликационный фильм Саллы Брауц и Дебесис И мы как раз хотели узнать сначала Как у вас Как это все прошло, много ли посмотрели Как вы узнали Об успехе вообще Ну вот о ходе этой картины Она зажила Со зрителями Мы ее отпустили уже И она как ребенок ушла И что с ней Что с ней вы не знаете Или что Вышел он, пошел в школу Как, придет ли обратно Не знаю, да Есть, там Некоторые смущения всегда есть Когда ты выпускаешь фильмы Особенно в первую часть И через некоторое время Ты уже более Так равнодушно к этому относишься И уже не так чувствительно Как этот первый период Он, конечно, очень такой Чувствительный И даже когда тебе все говорят Хорошие слова Ты сначала веришь в это Потом идешь домой Говорит, да Он просто, так сказать Ну, хотел тебе добро сделать Поддержать Что даже несмотря на то, что Где-то И потом, когда я заметила Что люди действительно Мало задумываются о том Как они там говорят И не больше так Ну Но это хорошо В конце концов Зачем говорить Плохое человеку А вы ждете критику? Нет Нет Не хотелось бы Не любите? Плохо относитесь к критике? Ну кто любит критику? Вы знаете, анализ Он, конечно, приятен И я получила несколько рецензий Которые мне очень-очень понравились Потому что они были Довольно глубоко Отражали смысл Который я хотела там вложить И это даже меня удивило Что расшифровали, да? Да Я думаю, как она это увидела Да, там такая Санта Ремерте Написала в Сатаре И я просто была в восторге Мне так понравилось Что она там написала И я как бы чувствовала Что она как бы мои мысли выражала А потом я немножко успокоилась Через некоторое время Еще раз прочитала И я уже поняла Что все нормально там Все И она и не хвалила И не критиковала Но она как бы делала анализ Вот когда критики анализируют Это, конечно, для автора очень важно Очень важно И опасно в то же время Вы знаете, что значит опасно? Но для ребенка Вот ему не нужно, наверное, Вот весь этот анализ Ребенку нет Ребенку нет Но для детей же делает Да, но анализ-то для авторов Критики, когда пишут анализ Они же фактически это делают Как бы для автора Ну, я думаю, нет Нет такой определенной цели Просто и люди хотят понять Много чего в жизни Да И это критика о фильме Это один из способов Как бы разобраться В жизненных ситуациях Как бы так Вы более 60 фильмов Создали Если считать там С 69-го года Ну, вот так писали Да И все равно Вот каждый для вас фильм Это Такой очень Очень новый Опыт Абсолютно новый Вы знаете, все эти фильмы Они как бы так же Как и этот Ушли И все равно переживаете За каждого И не оставились И если так вспомнить То каждый фильм В тот момент Когда ты выпускаешь его Ты волнуешься А вот они куда уходят Вот Где их можно посмотреть Допустим Показывают ли их так Ну, на латвийском телевидении Допустим Интернете Ну, есть же Нет, ну, я знаю, что там На других телевидениях Там на российском Не знаю, на британском Есть мультиков-каналы Да, допустим У латвийского есть телевидение Канал мультиков? Нет Нет Вы уже в прошлый раз Когда мы встречали Мы напоминаем Вы спрашивали об этом И я потом подумала Я, конечно, тогда Очень оптимистически Выразилось Можно посмотреть И все Конечно При стечении обстоятельств Можно посмотреть этот фильм Но если ты не попадаешь В эту струю То Даже вот этот Новый фильм Его негде посмотреть Его никак не посмотришь Надо ждать Когда его покажут По телевидению Когда его покажут Ну, хотя есть Да, ЛМТ Они показывают Ну, не всякий Не каждый человек Может За пакет купить Да Там есть ЛМТ У них Они уже с 1 января Там уже Кто имеет абонемент Он может посмотреть И что, получается Все вот эти 60 Больше 60 Фильмов Они Да, там можно В общем, они Где-то лежат И их нельзя посмотреть В отборочном виде Можно их посмотреть В некоторых порталах Потом еще Ну, так Вот Шорткат Почти все фильмы Уже есть Фильмс ЛВ Тоже сейчас Есть фильмы Так что При желании Можно посмотреть Но они Не будут так вам Ну, случайно Попадать То есть вам надо Самим их искать Это не так Что тебе Да Человек, который Хочет посмотреть Он должен Как-то немножко Приложить усилия Они не будут ему Прямо так Ну, на него валиться Но Вы знаете Это Это в общем нормально Потому что Я Не обращала Специального внимания Для того, чтобы Сделать фильм Который всем понравился У меня не было Такой задачи И я знаю Что если будешь Сделать Чтобы всем понравилось Может быть Кое-что и получится Но тебе самому Этот фильм Уже не будет нравиться И это хуже Лучше Чтоб ты мог Честно Посмотреть В глаза В эти Ну, сам в себе Да Посмотреть Потому что Фильм Это зеркало твое Ты отображаешь И как честно Ты И как глупо Ты можешь понять Кто ты И как ты В этом мире Ощущаешь себя Вот так Ты и выражаешься В картине Но если ты будешь Иметь какую-то Сверхзадачу Скажем Коммерческую Да Чтобы больше Зрителей набрать Можно это сделать Я знаю Как это делать Но Я Лично сама Никогда бы Этого не делала Потому что Мне как-то Руки не поднимаются На это И если ты честен Ну И этот художник Все-таки Должен быть Честный Да Потому что Он отображает Мир Для того Чтобы Показать Другим людям Как он Видит мир Да Не то Как он Свою личность Видит А как он Вообще понимает Что он понимает В этом мире Это вопрос Вечность Честности Художника Очень интересный Да Это Вот очень важный Вопрос А как же художники Которые Приукрашивают Портреты Например Да Он очень редко Встречается Мир Впрочем Да Редко Встречается Редко Человек Может даже Позволить Себе Это Вы знаете Чтобы Сделать Честный Фильм И не иметь Себе Всех Сдачу Коммерцию Это Надо Обстоятельства Да Такие Да Там очень Сложно Многие Аспекты Вопрос Честности Художника Может быть Ну Очень Ему Дорого Стоить Да Сильм Может Положить На полку Не смотреть Именно И он Боится Этого И Если он Не врет То есть Смелость Следующая Чарта Художника Если он Не врет То он Молчит Промолчает Ну Да Не говорит О вещах Которые Он бы хотел Сказать Но он Не говорит Об этом Да И Я думаю Что это Плохо И Я думаю Что художники Когда они Уже Теперь Вот как Мои художники Тоже Вернулись Обратно Как бы В благополучную Ситуацию Как это было В советском Время Когда художники В общем Было Высший класс И Кнезе Приглашали И На концерты На День рождения И всякое такое Приглашали Ведь Художников Да И они были И все Кланялись И все Потом Когда пришла Перестройка Театр Все Перевернулось Я Сама Участвовала В этом Таком Мероприятии Где мы Представляли Такие Такие Учебные Фильмы И Художники Остались Не то что На втором Плане Вообще На последнем Плане А политики Когда тогда Уже Пошли В моду Все Бросались На эти Политики Просили Автограф Я смотрю Мой художник Стоит Сторонки Смотрит Улыбается И видит Как это Значит Поменялось Этот Статус Ваш супруг Нет Нет Это другие Было Да И я Это видел Как это Лично Видела Как это Происходит Ну и А теперь Мы как бы Вернулись Обратно Может Люди К вам Вернулись Может быть Да И мы Стали Более Конформисты Побольше Да И мы Не Протестуем Правительству И Этому Строю Понимаете А художники Должны быть Релационерами Всегда Но они Думали Что это Дорого Стоит И в общем Счеты Надо платить Детей В школу Надо пускать Значит Заработок Нужен И Художники Как-то Этому Подались Уступили Вот в данный момент Я думаю В данной ситуации Такие Вот некоторые Сейчас уже Поднимаются Такие Некоторые Вопросы Такие Тенденции Я заметил Которые Уже Не довольны Этим Да Но Одно время И в общем Еще оно Продолжается Когда художник Все говорит Да Всему Да Всему Что в мире Происходит В данной ситуации Он говорит Да Да Это хорошо Это прекрасно Нам никуда дальше Не надо двигаться Мы уже пришли Как бы К цели И все это красиво И в этом Получается Неправда Она не такая Наша жизнь Всегда надо быть Недовольным Художник Он Останавливается В этот момент Его развитие Как бы Ну Как бы Он пришел Все Кончилось Дорога В общем Закрылась То есть Дружить с властью Можно рисовать Цветочки Да Я сама Участвовала В этом процессе В таком виде Что И мне Сказали Что если ты будешь Там вот эти Там маленькие Хармонические Фильмы делать Мы тебе деньги Не дадим Надо что-то новое Да И Я сказала Конечно Я могу Придумать Я стала Приглашать Более Таких Таких Эктивных Художников И более Такие Ну Как бы Парадоксальные Ситуации Что были И Тогда мне Было Легче Получить Эти деньги Ну А Производство Нужно Сейчас Можно Для творчества И для проектов Только через Фонд Культурно-капитальный Фонд Ну связанный С государством А вот Меценатов Нет таких Сейчас Меценаты Тоже хотят Вернуть обратно Эти деньги А Обратно хотят Да Да И тогда Получается Они понимают Только коммерческий язык Да Тогда здесь Получается Да Это так Просто Он дарит Эти деньги Но если ему Самому не будет Нравиться То что ты будешь Создавать Тогда Он Так сказать За Семьем Будешь Сомневаться Надо ли тебе Давать деньги Так что Это другой Немножко Такой Крайность Да Так что Художественно Можно Такая Более честно И более Художественно Можно Делать Все таки На государственные Деньги Потому что Умные Руководители Не всегда Будут Требовать Чтобы Этот фильм Был Коммерческий И чтобы Все Эти Чтобы Любой Человек Хотел бы Пойти Посмотреть На этот Фильм Они понимают Что Не всегда Можно Сделать Такой Но мы Сами Сами Художники Мы Сами Определяем Мы Как бы Бежим Вперед Мы Просим Деньги И там же Пишем Что Вот этот Фильм Будет Столько Столько Зрителя И Пойдет На фестиваль Ты уже Задаешь Себе Вопрос Ты как бы Вместо Того Чтобы Войти В незнакомый Творческий Процесс Как бы Уже Результат Придумал И этот Результат Идет В этом Проекте Называется Делить Шкуру Неубитого Медведя Да И вот Поэтому Тут Эта Честность Художника Которую Вы упоминали Она Здесь Вот Или действует Или не Действует Как вы Работаете Для вас Вот это Вдохновение Материализовано Муза Или Коктейль Муза Да Или Или у вас Другой вариант Расскажите Как вы Вот Должны Встать И делать Или вы Можете Ждать Прихода Муза Муза Знаете Нет Это Не так В кино Это невозможно Ждать Муза Да Потому что Эта Муза Приходит Перед тем Как ты Начал Работать Если Она Приходит И она Приходит Знаете Она Приходит Чаще Чем Чем Тебе Хотелось И Она Тебе Вот так О Вот Фильм Вижу Фильм Ну ладно Я уже Тебя Не снимаю Опять Через Несколько Часов Опять Вижу Фильм Читаю Что Нибудь Да В мире Столько Объектов Которые Тебе Вызывают Желание Ну ты Как бы Увидел Этот фильм А его Снять Знаете Это Большой Труд А так Фильм Появляется И Ваши Муза По-моему Любого Человека Появляется Работает ли Он Творчески Или нет Но У него Вот это Есть Потому что В самом мире В самом Пространстве Это Творчество Ну как бы Основное Качество Я думаю Потому что Та Разнообразность Которую Мы видим Вокруг Себя Мы же Видим Очень Разнообразный Мир И он Все время Меняется И он По-разному Сталкивается Все эти Объекты И природа И люди Как они Получаются И как Ребенок Скажем Ты видишь Ну скажем Я видела Такой Такой Ситуации Бежит Маленький Ребеночек Вокруг Берега моря Кричит Я первый Я первый Я первый У него бежит И вдруг он падает И Плачет Да Ну Фильм Да Маленький Анимационный фильм Можно сделать И такое мы видим Вокруг Ну Скажем Профессионал Начинает С того момента Когда он Вот эту Музу Может Так сказать В банку посадить Как тесто Как тесто Смесить Смесить И да И положить его В определенные Там Ну качества Все это вложить И отобразить Да Фильмы Тогда Когда ты начинаешь Уже отображать Это все Работать Тогда ты уже Никакой Музы Ждать Не можешь Потому что Люди Ты работаешь В коллективе И они ждут Работу Да Это Скажем Когда вот Последний фильм Который я снимала 18 ноября Должна была быть Премьера Да Мы начали Три года Раньше И я всем говорю Я говорю Вот 18 число Но когда придет Ты же сам будешь Тогда выступать Если не сделаешь Работу Мы пойдем В общем Все интересная Такая Аналогия была Я говорила Есть сказка Андерсена Знаете Когда Мачеха превратила 12 братьев 12 лебедей Да А сестра осталась И она узнала Что можно Этих Братьев Вернуться обратно Если она из крапивы Ночью будет Вязать рубашки Рубашки А младшему Она не успела Там Они без рук Она не успела Крылышки Остались Крылышки Я сказала Если не успеем У нас будет Крылышки 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 Скажем Крылышки Мне здесь Не заклад Крылышки 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 Потом он поступил В Ленинградский институт Закончил А вот ваше детство Оно где прошло? Оно в Рике прошло? Можно сказать Нет В деревне В деревне Ваша анимация Что? Переехали Из Рики? Летом Просто Это послевоенный Период Все-таки Был довольно тяжелый Мы Были В таких сложных Отстоятельствах Жили Ваши родители Чем занимались? Папа умер Они были Рабочие Как бы Разные работы делали Не занимались Там культурой Мама Конечно Была очень глубоко Мыслящий человек Но Которая тоже в школе Там Один год По-моему Она сумела сходить Они тоже Вот в Латгале Жили И они были Четыре дети И только И один Одна пара сапог Была у них И кто Ходил Эта дверь Тот же вечером Прятала Сейчас дети Не могут в это поверить Они просто не могут поверить Что в школу босиком А церковь давали По очереди Там Ботинки И кто нашел Второму Кто раньше встал Кто нашел И с собой Кто в тот день Насел Ну ладно Это шутка Конечно И все И так что Она не смогла Идти в школу Но она имела Глубокий ум И очень много Но она умела читать Писать Умела Да Она это все умела Но она Имела ум Вне Литературы Мудрость Такую И вне Прироженную Она была очень Какой-то Глубокомыслящей Да Я так Вспоминаю Свою маму Как бы Очень глубоко Она Она не Мы плохо Жили Не было там Денег Всякое Такое Но она Все время Говорила Нет Вы не пойдете Работать Вы пойдете Учиться Да А вас много Было Вы Да Мы трое Сестры И брат И старшая Сестра Как раз Хотела Очень так Хорошо Одеваться Там Всякие Такие Эти вечеринки Всякое Такое Но мама Сказала Нет Нет Ты не пойдешь Работать Пойдешь Учиться Да И вот Она как-то Вот это Очень умная Умный ход Был И поэтому Как же она Вытянула Эту вашу Учебу Да Очень Да И как Только Лето Как только Школа кончалась У мамы были Эти братья Которые Жили На деревне И она Отправляла Нас туда В деревню На летние каникулы Ну какие там Каникулы Работать Работать Да Королы пасти Эти Сады Ну Полоть Огород Да Да Там пришла Я так Не хотела Я так Я думаю Ой Боже мой Прихожу Из Уже С этой Лети Да Да Прихожу Да Уже Все Хочу Что я вижу Около дома Уже стоит Эта телега Уже Тетя Сидит Ооо Мой работник Но Теперь Когда я смотрю Обратно Я понимаю Что это Было Мои университеты Потому что Я была Как бы В своей В природе Внутри Но вы все равно Поступили Не просто Куда-то А вы поступили В институт Кинематографии В Ленинграде Вот Там еще Другая история Другая история Да Это Мне как Человеку Это природа давала Чтобы тоже Мыслить Чтобы Как вы Что за история С этим Театром Да Как бы У нас В школе Был хороший Директор Такой Он сам Потом И даже Стихи писал Но очень Такой Экзотический Персонаж Был Такой Высокого Роста Такой Когда он говорил У него все Двигалось Таким Таким Актерским Голосом Такой Но очевидно У него были Какие-то связи Из ТЮЗа Театра юного зрителя Пришли Пришли Возможность Туда Пойти В школьный Актив Это С пятого Класса Кружок Нет Там такой Школьный Актив Был Которым Руководил Элерт Ансис Элерт Очень Тоже Такой С педагогической Такой Наклонностью И вообще Такой Он как бы Отец Он был Всем этим И тоже Поддерживал Все время Вот эту Вертикаль Мышление Понимаете Что раньше было И что теперь Очень Горизонтально Горизонтально Все стало Искусство И тогда А тогда Это все Как-то Мы все Хотели Больше Больше Выше Лучше Понять Все это И вот Этот актив У нас Получилась Возможность Смотреть Спектакли Пять Шесть Раз Сидеть Сидеть Там На свободное Место Я любила Всегда В первом Ряду Смотреть Сидеть И когда Открывался Это занавес Это запах Который Оттуда Выходил Он как бы Мне Ну как бы Ассоциировался С раем Я не знаю С чем Таким Ну как бы Храм Да У меня театр Был какой-то Храм И вот Мы с сестрой Там ходили Этот Вот И как бы Ну Отравились Не знаю Как-то Да И я Так Думала Боже мой Что это Такое Я бы Все равно Я бы Я бы С чем угодно Хучей буду Эти поднос Несить Несить На сцену Да Но чтобы быть Да Чтобы быть В этом В этом Творческом Мире Но все-таки Это же Ленинград Это другая А потом Потом Да Потом Ну моя сестра Была красивая Такая Ну немножко Не совсем соответствовала Так Все равно Мне было все равно Ладно Ладно Ничего Я не буду Главные эти герои Играть Все-все Такое И Моя сестра Она Была Два года Старше Она была Очень Она всегда Была Везде Первая И мне всегда Говорили Ты смотри Как твоя сестра Она может А ты Вот Да Это удел Всех младших Сестер А потом Когда она Уже стала Этим Заниматься Этими Вечеринками И хорошими Платьями Тогда я Стала Первой Потому что Тогда я Вдруг поняла Что это же Ценность Да Что это Мышление Это все Что у человека Есть У него не нужно Все эти Побекушки Всякое Такое Ну вот Араб Значит поехал В Ленинград Мы там смотрели Мы маленького Роста А в Риге Как-то Да Мы считались Маленьким А в России Мы были уже Среднего возраста Знаете Потому что Русская Русская нация Она не такая Весокая Особенно Женщина Да Ну сейчас Все Растают Эти Гормоны Что ли Сейчас Все длинные Но тогда Нет Мы были там Среднего возраста Знаете Роста Да Ну да Роста Да И она И она мне оттуда Пишет Давай приезжай Здесь хорошо И все Ну что Конечно Ну все Когда там Тур какой-то А она сама поступила Да Да И она поступила Тогда еще Экзамены были Да И я Давай Я помню Что были Моди Эти Крахмальные платья Летние Такие Такими Платьями Крахмал Торчащие юбки Да Шуршащие Еще Ниженная Юбка была Потому что Там была Куколка такая Я помню Что я сайтали Плачу Лежала на На полке В общем Вагоне Приехала В Этменинград И тут же На экзамен И вы знаете Там сидят Какие-то люди Я их не знаю И мне Было все равно Кто там сидит Он говорит Ну споете что-нибудь Да Давайте споем А у вас не было Невалутили ничего Не знакомые Люди Какие-то Там Сюда Тут мы все Знали Сидели Боялись Боже мой Как они там Скажут А там я была Такая Да И знаете И после этого Тура Первого Я прошла Этот первый тур И тогда Я им понравилась Но они Поняли Что Конкурс Я могу не выдержать Потому что Много очень Все-таки Актерских Актерских Да Драматического Актера И Может быть Если не было бы Этого Рядом Этого факультета Может мне Никто Такой совет Не дал А тут одна женщина Говорит У нас Кукольный Сокультет Актер Театра Кукол Второй год Только набираем Да И там Не будет Такой большой Конкурс И вам Там Голос Подходит Все Идите там Точно попадете Ну и я Конечно Пошла Я пошла А потом Сначала Я спросила Я не спросила Они мне Подсказали Что посмотреть Я уже Один спектакль Видела Когда-то В Латвии Ничего не знала Кукольный Да Не знала Что это такое И Пошла В Большой театр Кукол В Ленинграде Посмотрела Жизнь Насекомых Был такой У них Так Очень Такой Знаменитый Был Получил Много Международных Призов Там все было По-новому И мне он Очень понравился Очень Я думаю Так Боже мой Если так Сделать Таким И мне не будет Никогда никаких проблем Ни я буду Маленькая Ни високая Ни кривая Ни Не будет Никакого значения Какой мне нос Какой мне Еще что-нибудь Заширм Можешь играть Создавать Все что Да Я была Очень радостная Когда получила Эту вот Возможность И мне это Понравилось И так Я А вот я Недавно думала Как раз Про актеров Которые Все время Работают За ширмой Мне кажется Что актер Это человек Который наоборот Ну хочет Чтобы увидели Сцены Слава Я А тут Ты прячешься На всю жизнь И вот только Эти куклы Вместо тебя Вот какие это ощущения Что это за люди Там за ширмой Они с комплексами Они может Ну про себя вы рассказали Я поняла Вашу мотивацию А вот другие люди Ну я знаю Вы знаете Вот это я То что вы сказали Что вот И вот я Это Как раз Самое Тяжелое В нашей Нашей Линии эволюции Эволюции Личности Знаете Эгоистические Взгляд на вещи Нам больше всего Портят Нашу жизнь Поэтому Если Как только Ты можешь Надо От этого Освобождаться И вот ширм Может помогать Да Когда ты Если ты уже Имеешь Такой Взгляд на Жизнь Что ты Не будешь Там Не будешь Твоя внешность Да Какое значение Твоей внешности Когда ты умираешь Какое значение Будет это иметь Да Никакое Да Никакое И тем более Если ты Умираешь В старости То ты давно Уже Эту внешность Потерял Так что Тут Это как раз Вопрос Когда ты можешь Посмотреть Глубже На Сущность Бытия Ну вот И посмотреть Как это Но Вы знаете В театре Там В этом Кукольном театре Вы знаете Люди хотят Играть Вот У него есть Вот этот посыл Он хочет быть На сцене Да И он выбирает Любую возможность Пусть за ширмой Пусть как И я помню У нас была девушка Она очень хотела Быть актрисой Она и стала актрисой Она Выбежала Во время Мы играем Спектакль Кукольный Она Выбежала Без куклы Она забыла Эту куклу И пошла За ширмой И играет А все говорят А кукла Кукла Так где Она настолько Вошла в этот образ Что она Сама стала Она не знает Что ее не видно Да Куклы нет Потом Они по-разному Там наши Интересная была Очень жизнь Тогда Там Договаривались Некоторые девушки С парнями Которые Хорошо Везли Ну Водили куклу Что Она Говорит Ты знаешь Валер Ты возьми Мою куклу А я голос Подбал На экзамены Особенно А что Тяжело Вот это Ну Знаете Это надо Что то Ты вот здесь Чувствуешь Перенестишь В руку В руку И чтобы Она была живая Я иногда смотрю Я просто не представляю Как можно Эмоции Изобразить Куклу Мне тоже Мне тоже Некоторое время Пришлось Помучаться Пока Я вдруг Поняла И тогда Тебе Вот это Ага Так Это происходит И тогда Тебе Уже Любой Предмет Может быть Живой И ты Только тебе Надо сначала Представить Как со вкусом Да Сначала вкус Дерешь Потом готов Ты понимаешь Понимаешь Это И это Перекладываешь Ну а вот как Допустим Ну я просто мало знаю Кукольный театр Но вот По актерам Обычным актерам Которые всегда на сцене По ним понимаешь Это плохой актер Это хороший актер А с куклами как Они там Ну остается голос только Нет Голос и куклы Все равно Вот Плохие актеры Кукольные Хорошие Тоже так же Да Бывают Изумительные Кукольные актеры Которые Эту вещь Эту куклу Настолько живо Сыграет Вот если Как пример Я могу Вы пока вспоминаете Я скажу Что в кукольном театре В нашем В Рижском Очень красивые актеры И очень красивые актрисы Да Они сейчас Все это перевернули Да Потому что они Ширмова Фактически сняли Убрали Да Убрали Потому что они хотят В черных костюмах Сами себя Все таки Да и в черных И не в черных Да И я немножко Иногда скучаю По чистому Кукольному За ширмой Спектаклю Где куклы Были бы живые А то они Значит Вдвоем Работают И эту актеру Ты видишь И куклу И ты Смотришь на их обоих А там Ну скажем Вот Нарштейн Знаете Юрий Нарштейн Конечно Знаменитый Знаменитый Режиссер Из этих маленьких Кусочков Складывается Этот персонаж И он И ручками И пинцетом То есть Вы в этом Видите Нарштейна Я вижу Как он сыграл Как он сыграл И ежик В тумане Там же все На игре Построено Как сыграно Как этот ежик Идет Как что Да И потом еще Эта атмосфера Да А вы знакомы Носик И да Мы некоторое время Встречались В советское время Конечно У нас была Единственная Москва Где мы ездили Показывать свои работы И смотрели Как другие На студии ходили Анимационные уже Да Я ходила к нему К его На студии И всякое То есть Знаю Как он это делает На этих ярусах И всякое такое Но это игра Знаете Это есть маленький кусочек Скложенный Персонаж И как он Передвигает Как он делает Как он Он потом Сам рассказывает Как он Лист бросает В этом ежик тумане Как он Все это сыграл Да Но это Это игра Понимаете Если там не было бы Этой актерской игры Там ничего не было Вы мир открыли Я не мог думать Никогда То есть То что нарисовано Это как будто Вы рукой Двигаете эту куклу Да Да И это Это то же самое И те фильмы В которых эта игра Есть Она живая Походка Походка Сколько он будет сидеть Да И скажем Он вот сел И потом Потом рассказывает Как это за шинель Он смотрит Что у него Что быть нужно Что он Разорван Да И все это Вот эту атмосферу И как это Все это сыграть Это Актерская игра В анимации И в кукольном театре Основа снов Но Это требует Знания И много Требует И много Времени Для этого Чтобы снять Поэтому Сейчас модно Такое Узкий Узкий слой Актерской игры Очень условный И одинаковый Во всех фильмах Да И он Этот человечек Или какой-то Они одинаково ходят Они одинаково говорят Ну так Довольно приятный Этот образ Такой с ней Усвоился Но он легко Умножается Поэтому умножается В разных фильмах Потому что Художник И актерское Искусство Фактическое Не знают Он не сталкивался С этим Да Вот Скажем Русская анимационная школа Она держалась На актерской игре В полнометражной Фильме И Дисней То же самое То же самое Именно Актерская игра Если на нее Все посмотреть Все это в основе Они играют Это тот же самый Театр Эту жизнь Вот И вы посмотрите Потом Если вам понравится Поймете почему Потому что Они как-то изобразили Настолько это Убедительно Спасибо вам большое У нас Пробежало время Незаметно Существом Роза Стебра Режиссер Матипликатор Классик Латвийской анимации Была у нас Сегодня в студии Спасибо И удачи вам Еще Мы на этом Заканчиваем Но Естественно Другие программы Будут выходить С 12.15 У нас Программа Разворот Ее проведет Алена Борисова Сегодня Там будет В гостях Дация Эйдука Координатор Общества Сеть Детского Благосостояния Эксперт В сфере Защиты Прав и Интересов Детей Упоминали Сегодня мы Тюз И это будет Тюз С часа до двух Адольф Шапира Олег Пека Проведет Он расскажет О сегодняшнем Своем Вместе Встрече Где он поговорит О творчестве Да он сейчас В Риге Да И расскажет О книге Немножко Он пишет Про Константина Станиславского Да ну а потом Подведем итоги Недели В программе Семь дней и ночи Придет Абик Элкин И вот будут гости Один из них Это публицист Писатель Лимон Слепинч Ну спасибо вам всем Хороших вам выходных Дорогие радиослушатели Не забываем То о чем сказала Роза Мышление Да Спасибо всем До свидания Утро на Болткуле